Вот подбитые камеры Мы с Ушенька связываются Парни, расскажите, как ушатали эту технику врага Наши с квадрокоптера облетали территорию Отпускали противника Отнарушили хаммер Результат на лицо Понял, понял На таких машинах обычно рядовые ребята не ездят Это либо спецы, либо командиры В данном случае языки, которые были взяты, говорят, что это морпехи 305-й батальон, 36-й батальон морской пехоты Мы к ним в распоряжении хаммеры Ну вот уточнили ребята Не только морской пехоты Еще морпехов украинских Сначала выстрелили маршу, где рейков на расстоянии 10-12 метров, через марта где-то Потом включается маршу, где-то не стоит 10-12 метров, запускается Если вы увидели, что выстрелила Ну еще когда вспышку маршу, где-то я увидел, например, можно просто танк остановить, там либо, ну, любую машину резко остановил Она уже просчитала церковь, которую он просто перелетит Кирование киевского режима массово бросает бронетехнику Вот очередной украинский танк Теперь его будут использовать российские военные Мы только букву В нарисуем Вооруженные силы Украины бросили машину при отступлении Но посмотрите, танк новый Боекомплект полный, краска еще не царапана Но посмотрите, что там прекрасная контактная таблетка Где-то пытался снять За него задница хуйно Залешил Видео снять Ну что, где-то Боекомплект соли Боекомплект Боекомплект А я видео снял Боекомплект Боекомплект Вот там Пов�ина Пидарасы, вздыхают. Что случилось здесь? РПГ прилетел. Когда? Неделю назад, но наводчик живой. Не пробило? Пробило, но в рубашке родился. И что, так я обратно уже со шрамами в бой? Ну да. Красавчики. Будет, будет. Будет. А что, моторы поезли так? Нет, нет, нет. Он же в полно разобранном состоянии. Сейчас. Но, пулями побит, видишь, есть. А ну поглядите на мере. По трассе и вот такие картины тоже встречаются. Отбитая техника. Какие-то участки трассы нужно обрежать. По морю. На камидану. Понятно, заботилось. В aprended tarz. Солнце. Субтитры делал DimaTorzok Смотри 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 От lection Название было нанесено из гранатометра Название есть, да? С1 999 Ты хочешь шмаркнуть, вот, эксплуатация Ага, вот А, выстрел, кстати, был Ну, получается, насквозь Три, четыре, пять, шесть Семь, восемь, девять, десять, нахуй Тридцатьев за тридцать, нахуй Русские военные пишут нахуй Можете посмотреть, что бывает с техникой Куда попадает танк с прямой наводкой Или что-то тяжелое Это американский хаммер был Брат Привет Помоги найти Я могу на такой интервью Пиздец ты, конечно Та часа, подожди Олеший, заводи, поехали Заебалки Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе-хе Та часа Молодцы Ну а Попробуй Бер Ол Вот это реально братская могила Ну, украинская Пушка с пулеметом Все, экипаж здесь лежит Разорванный на микроны Северный на микроны Танки украинской Человек, а я на бойновке Флагбюхатуш Ахмад, Ахмад, Сила! Ахмад, Сила! Аллаху Ахмад Советский Союз Да что, сфотографироваться можно около парка? Нельзя пока Пока нельзя, да, но хорошо Очищайте А вот черный обход Нестарю Нестарю За время спецоперации было привезено 520 единиц техники Из них 100 трофейной армии ВСУ В основном техника в исправном состоянии Мы ее привозим сюда для того, чтобы перекрасить И нанести опознавательные знаки от наших вооруженных сил Ахмад Вот это вот БМП-2 Вчера выехала она с ремонта Была произведена замена двигателя В данный момент ее пригнали в это место для того, чтобы помыть И в дальнейшем ее перекрасить в наш защитный цвет, камуфляж И нанести наше опознавательство Отремонтированная трофейная техника ВСУ Которую мы отправляем на передний край Очень сильно помогает нашим военнослужащим Продвигаться вперед Приближать доложданную победу Ставьте лайки Монта Танки укропили, а воинок, воинок, флаги готовы. Ахмад! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллах! Аллах, Ахмар! Советский Союз! Так что, сфотографироваться можно около танка? Нельзя пока. Пока нельзя, да. Ну хорошо. Ладно, хорошо. Отчерезайте. Ага, я не могу. Ага, я буду снимать. Местерин. Местерин. Вот так, танки укропили, а я воинокчили флагбургатухши, вот так вот. Ахмад! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Ахмар! Советский Союз! Так что, сфотографироваться можно около танка? Нельзя пока. Пока нельзя, да. Ну хорошо. Оторвай, нет я. А чини. Ага. Во, я уже не готовил. Давай заварим спустим. Местарый! Местарый! Продолжается наступательная операция на Харьковском направлении. Мы находимся на позициях под городом Изюм, который был взят под контроль российской армии несколько дней назад. Сейчас российская артиллерия ведет огонь на подавление по позициям противника. Хаук, Акация, используют в том числе высокоточные боеприпасы типа Краснополь. Этот боеприпас выстреливается обычной саушкой, но при этом с воздуха цель подсвечивается лазерным лучом. После выстрела Краснополь наводится по лазерному лучу на цель и уничтожает ее. Как правило, это боевая техника противника. Операция наступательная продолжается. Сейчас российские войска продвигаются на славянском направлении. Они берут населенный пункт за населенным пунктом. Наступление идет не быстро, оно идет тяжело, потому что противник оказывает в том числе артиллерийское противодействие, используя реактивные системы залпового огня типа Ураган с кассетными боеприпасами. Несколько боеприпасов прилетало и по предыдущим позициям, поэтому российским артиллеристам приходится все время перемещаться, меняя свою дислокацию. Огневое поражение противника продолжается. Опять танк Т-64, 79-й десантно-штурмовый бригады. Это уже практически десятый по счету. А дальше их еще больше будет. То есть части соединения силовые ведомства очень существенно пополнятся боевой техникой за этот период. Если они говорили о том, что в 2014 году они никакой техники не бросали, так откуда же она берется? Вот, пожалуйста, результат достоверных фактов. Факты налицо. То же самое было в 2014 году. Забирали технику, практически все на ходу. И в огромное количество своих припасов. Вот такая вот реальная сегодняшний день. Продолжение следует... 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 Подбросило дерево. Дальше сейчас укрываются в жилых кварталах севера Донецка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!